Без тебя никуда Собаки ни за что не хотели разлучаться и помогли друг другу выжить. Когда мужчина пришел забирать из приюта Сан-Франциско с Rocket Dog Rescue понравившуюся ему собаку, питбуля по кличке Мэрил, он столкнулся с неожиданной ситуацией. Псинка ни в какую не хотела покидать стены учреждения без своего хвостатого друга, маленького Чихуахуа по кличке Тако. Трогательная дружба зародилась между ними, когда они оказались в приюте. Неизвестно, кем были хозяева этих двух собачек, но ясно одно – за время, проведенное в собачьем детском доме, они так крепко сдружились, что громко скулили всякий раз, когда их разлучали. А как-то Мэрил пришлось пережить серьезное хирургическое вмешательство, и все то время, пока она находилась в операционной, малыш Чихуахуа сходил с ума от беспокойства. Он метался в ожидании четвероногой подруги, а когда пациентку пересадили в безопасное место, чтобы она восстановилась, уже обе собаки принялись жалобно скулить и кричать. В результате врачи решили, что для скорейшего выздоровления лучше, чтобы питомцы были рядом. И действительно, маленький Тако так бережно заботился о своей огромной подружке, что собака достаточно быстро восстановилась и окрепла после операции. И все же, несмотря на нерушимую дружбу, волонтеры приюта понимали, что не каждый захочет взять в дом двух собак, поэтому они поместили информацию о каждом из питомцев отдельно. Стареньким Тако почти никто не интересовался, а вот Мэрил понравилась многим, и люди рассматривали вариант того, чтобы забрать в свой дом только ее одну. И вот в один из дней на пороге приюта появился мужчина с твердым намерением взять питбуля. Поняв, что их хотят разлучить, собаки принялись громко кричать, скулить, лаять и суетиться. Удивленному мужчине рассказали историю дружбы Тако и Мэрил. Он понимающе кивнул и решил взять другую собаку. Волонтеры же, поняв свою ошибку, сменили тактику и на этот раз выложили на сайте информацию о двух собачках, которых ни в коем случае нельзя разлучать. К счастью, вскоре нашлась семья из Сан-Хосе, которая заинтересовалась питомцами. Тако и Мэрил не могли поверить своему счастью. Их берут добрые люди в свой дом, причем вдвоем. А вскоре Чихуахуа заболел. Врачи обнаружили у него увеличенное сердце и проблемы с легкими. Хозяевам сообщили, что песик слишком старенький, чтобы выздороветь и им следует готовиться к худшему. Словно почувствовав, что друг может умереть, Мэрил не отходила от него ни на шаг. Она заботилась о крохотном приятеле, как настоящая нянька, постоянно грела его своим телом и обнимала. И произошло чудо. Состояние старенькой собаки начало улучшаться. Более того, оно стабилизировалось, и теперь угрозы для жизни питомца нет. Конечно, у Тако остались проблемы с дыхательной системой, и ему придется принимать лекарства до конца своих дней. Но он жив. И это самое главное. Энергичная Мэрил обожает побегать и повеселиться, а крошка Тако не может за ней поспевать. И ему приходится вести более спокойный образ жизни. Но несмотря ни на что, эти преданные друзья всегда вместе и знают, что никто и никогда не разлучит их. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.